А что, кино снимают? Немцы, да, снимают документалку сейчас. У нас именно 5 дней. Потом еще в Слабуд еще ездим на шесту. А с какого города они? С Баварии. С Баварии! У меня BMW есть. Прикинь, я третий, кто снимает. Раз, два, три. Давайте еще, еще, подходите. Да мне, чтобы снимать оффроуд, надо тоже такую веревку, и чтобы человек еще ходил. Вы подпишетесь на мой канал, или нет? Нет, you have to subscribe on his channel on YouTube. Вот там машина, там машина стоит моя. Вон УАЗ. УАЗ, видишь? О, реклама сейчас в Германии будет моего канала. Да, вот мы в зоне. Надеюсь, не будет. Я тоже надеюсь. Все в ваших силах. 26 апреля. Это декорация или настоящая? Да нету тут декорации. Вот это настоящая? Конечно. Да ну ладно. Абсолютно, все в настоящее. Я как будто в детстве вернулся. Зачем я это? Франция. Большая проулка. Ёлки-палки, точно я ходил, смотрел. И не раз. Единственное, что здесь... Да, как в детстве. Не так, но не здесь. Висело, а в клубе. Ну, не важно. Это заключительный фильм, что здесь посмотрели, наверное. Воинская часть работала до 90-х, поэтому мы смотрели еще что-то. Не раз, а не два. Чернобыль-2. А что там внутри? Три. Одна. У нас. Дикие. Привет. Дома. Дома. Смотри. У нас. А вон кабина от него, далеко её положили. Да, зрелище не для слабонервных, да? Ну да, такое всё брошенное. Идём к антенне, но УАЗом подъехать не получится, но там есть с дороги часть, когда видно, там сделаем снимки. Да, воинская часть. Пока ликвидировали, ребята говорят, работала до девяностого года. Была действующая. Следов нет, сюда, наверное, не разрешают ходить. Такой серьёзный объект. Один из самых больших в мире, там, или в Европе. Подходишь ближе, просто гигантское сооружение. Блин, была ж страна такая, строили. Дорога почищена для туристов. Вблизи ещё она всё масштабнее. Огромная просто. Обалдеть просто. Ну, гигантское всё. Да, масштаб этот передать. Человек просто как микроб по сравнению с этим сооружением. Интернет работает здесь, кстати. Ну, не супербыстрый, но приличный для таких мест. Ну, я ж не вижу, вы ж видите, я нет. Наверное. Вот сейчас как... Сергей, вот смотри. Серьёзно. Серьёзно. ...нерухом их памятник Украины за категорию национального значения, за горизонтные радиоактивные станции Дуба. Я надеюсь, что после этого Агами Тревел не дадут мне дань. Так, обращаю внимание, это единственный знак радиоактивности, который можно вот так вот трогать на территории зоны. Он тут специально для этого... Это же химзащита. Нет, это не имеет значения. Химзащиту вы же в машину потом будете совать. И в Киев везти. Поэтому дальше на территории, когда заедем в глубности километровой зоны, все знаки радиоактивности означают, что к ним даже подходить нельзя. Ну и моменты ещё такие, чтобы поднимали... Да, дуга. Холодная война строила... ...принимающая часть вылета ракет с территории вероятного противника. То есть могла засечь где-то очень далеко ракеты. Откуда люди? В Великобритании. В Великобритании? Челси, Челси. Спрашивает или, типа, настоящая маска? Наверное, здесь из складов купили где-то, да? Дешевле настоящую. Дешевле настоящую. А что, кино снимают? Немцы, да, снимают документалку сейчас. У нас именно 5 дней. Да? Потом ещё в Славутич ели наше стол. А с какого города они? С Баварией. С Баварией? У меня BMW есть. Ха-ха-ха-ха. Прикинь, я третий, кто снимает. Раз, два, три. Давайте ещё, ещё подходите. елки-палки там у них звук свет мне чтоб снимать оффроуд надо тоже такую веревку и чтоб человек еще ходил вы подпишитесь на мой канал или нет вот там машины там машина стоит моя вон у вас у вас видишь реклама сейчас германии будет моего канала спасибо я люблю вы и у вас тоже и гран чироки кто тоже с германии а похоже да пока так ребята да такой туристический объект действительно мирового уровня ребята говорят о снег начинает идти сейчас будет зима опять да прохладный день сегодня достаточно холодно и шлейбен киев это все что я выучил в школе до находка до оператор приходит камерой так уже мой канал попал уже на немецкое телевидение елки-палки оффроуд юа подписывайтесь хорошая вас камера лучше чем у меня смотрите на размер этих конструкций просто неимоверно все масштабно все очень ребята ритана одна сохранилась это потому что в зоне находится так боже все давно разобрали распилили да туризм тут несмотря даже на коронавирус процветает легко оделся снег идти начинает у нас по субботам когда мы где-то катаемся идет всегда снег почти на какую субботу подряд да люди с великой британии с германии со всего мира приезжают я с ужасом думаю если в час такое произошло просто такая страна как советский союз его потенциалом могли это восстановить и ликвидировать это жесть просто когда смотришь эти фильмы документально этот художественный американцы которые сняли особенно документальная хроника где даже саджикистана есть передайте привет моим подписчикам да всем привет очень рада что я приехала к вам гости чернобыль чернобыль да а человек с германии какой город небольшой да все пока все подписчика с таджикистана добавили а тут девочка англичан ведет так антенку сняли сейчас разворот еще доснимем поедем дальше да туризм кипит просто честно говоря думаю для многих будет кто тут не был и не видел количество туристов удивятся люди да 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 покормили тебя не нравится звук дизеля такое количество туристов конечно я в шоке это ерунда вообще это ерунда дождь и нет да количество туристов это когда как на крещатике в 19-ом году например ну в зону приезжают и хотят увидеть место без людей вот они приезжают в припять и встречают на центральной площади еще 2000 такие же как они которые тоже да и в шоке да мы шоке потому что очередь извините да то есть я не могу рассказывать своим там в своей группе на своей жизни в этом городе потому что блин тут очередь из туристов которые заняли локацию понятно работа профессионала это он как по верху или как он пить не тут же видно что тут низовой был да но что такое пламя что доставало через дорогу а искрами на ас засуха засуха сильная дай жесть оборудование такое было чернобыль костюм 5 лет 26 35 а чей это чернобыль или 4 до нормальная расшифровка до номер правильный так все друзья едем станции оказывается не везде снимать даже можно стоит система контроля оптики то есть даже на телефон и тебя увидят если ты снимаешь будем держаться но до моста сказали можно а метель начинается друзья посмотрите впереди он и уже четко видно саша который главный из нашего сегодняшнего сегодняшнего мероприятия экскурсовод наш сам родом из припяти и помнит все это консультировал кстати американцев по поводу съемок человек серьезный всемирно известного фильма про чернобыль говорит был категорически против вот этой сцены на мосту говорит было немножко в жизни вы понимаете все по-другому было немножко не так говорит все первый раз говорит помню первый раз с мобильным телефоном когда в зону попали где-то в 98 год связь в Иванкове заканчивалась и все я говорю связь есть неплохая он говорит ну по объектам основным есть по основным туристическим маршрутам а так вообще не очень видите метель идет понемножку интересный день ну там определенные места он сказал езди можно снимать и нельзя есть места где категорически запрещено блин что-то дорога вообще местами не очень но сейчас выйдем на основную так туге контейнер отмечление все равно столько лет и нормально делали на этой дороге я быстрее мерседеса или они просто медленно едут ребята говорят мало времени на самом деле говорит что тут время идет очень быстро на расстояние ехал переехал пока вышел пока зашел припять поедем тоже какая красивая зима начинается саша говорит объект нереальной секретности был советское время или кто-то из экскурсоводов там говорил не помню просто просто даже местные не знали тут о существовании видите вот достаточно далеко тут так километров не знаю сколько на 10 на 10 в сторону от трассы довольно далеко почти по прямой но спросил я про чернобыль ну как вот базовый лагерь обслуживающий станцию живет постоянно 3000 человек в чернобыле ну плюс там самоселы какие то есть вот такая ситуация вон уже нас ребята ждут Мерседес где то сзади догоняет смотрите что творится просто зима началась полноценная все проехали километр и солнце начинается да такие заповедные места на самом деле это авария сказочные места это а вон уже видно вон саркопах видно друзья тут все рядом оказывается да неожиданно мы сюда попали опять автобус навстречу как будто из прошлого похож очень на те что были в 86 устало Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok